Девочка и мальчика будут находиться, соответственно, один в спортшколе. Девочка будет находиться дома. В спортшколе дома. Расстояние между ними, расстояние между ними, ну сколько можно? 20 метров? Это у меня дома, ты хочешь сказать, стадион? 20 метров, ты представляешь, это будет меньше, чем наша аудитория, да? Давайте все-таки так, один километр пройдем. Итак, скорость мальчика 8 километров в час. Скорость девочки 5 километров в час. Здесь будет мальчик, здесь у нас девочка. Мальчик, напоминаю, 8 километров в час. Скорость девочки 5 километров в час. Вопрос. Какое расстояние будет между ними? Ну давайте через час. Ты хочешь сказать ответ? Я. А сколько ответов? 2. Сколько? 2. Да, пожалуйста. 13. 13? 13 километров. 13. А почему ты думаешь, что ничего не изменилось? Посмотри, там они шли за одной точкой. И мы говорили, что через час будет 13 километров. Сейчас они идут из разных точек. Из разных? Да. Дом и спортивная школа. Дом и спортивная школа. 14. То есть надо учесть то расстояние, которое было. Итак, если они идут в разные стороны, то действительно между ними 8 плюс 5. Да, но надо учесть тот километр, который между ними. А впереди девочки? И получается 14 километров. 3 ответа. Подожди. Да. Еще один ответ. Это если они идут навстречу друг другу. Девочка за час пройдет 5 километров. То есть она от этой точки пройдет 5 километров. То есть здесь будет 4, но это 4 от спортшколы, если бы мальчик не выходил. А мальчик-то в это время идет к себе, идет и не знает, что между ними 4 километра. И он-то отошел на сколько километров? На 8, правильно? Получается 4 плюс 8. Здесь мы учли, что минус 1 километр, а мальчик ушел на 8. И получилось 12 километров. Как говорится, все ли вы случаи рассмотрели? Нет. Сколько ответов? Да, пожалуйста. У меня 3. 3, тоже хорошо. А какой еще случай? А еще случай, когда они идут в одну сторону. Мальчик тоже, когда девочка. Не навстречу, да? Не в разные стороны. Давай каждый у себя в тетрадочке рисуем. Каждый в тетрадочке мы два случая рассмотрели. Теперь третий. Мальчик у нас из спортивной школы пошел в ту же сторону, что и девочка вышла из дома. Опять подписываем. 8 километров, 5 километров в час и 1 километр расстояния между ними. Давайте смотреть, что у нас получилось за час. Девочка прошла. За час девочка прошла 5 километров. Согласны? Мальчик прошел 8 километров. 8 километров. То есть это будет 1, 5 и еще 2 километра. Значит, расстояние между ними какое будет? Сколько, сколько? 2 километра. А 4 ответа? 2 километра. Итак, 8. Мы вычли километр, который между ними был. И 5, который прошла девочка. Получилось 2 километра. Да, молодой человек. Теперь ваш очеред. 4 ответ. Когда не мальчик догоняет девочку, а девочка пытается догнать. Ну, знаешь, со скоростью 5 километров в час трудно сказать, что пытается она его догнать. Скажем, девочка идет в сторону. Девочка идет в сторону. В какую идет мальчик? В сторону спортивной школы. Реализуем. 1 километр. У нее скорость 5 километров в час. А у мальчика 8. А мальчик идет со скоростью 8 километров в час. 8 километров в час. То есть расстояние между ними. Здесь она получается 1,5 минус 1. Это 4 километра. Да? 8 минус 4. Получается 4 километра. 4 километра. Теперь смотрим. Все случаи разобраны. В разные стороны шли. Да. На встречу друг к другу шли. Мальчик догоняет. Вдруг мальчик идет в сторону девочки. И девочка идет в сторону мальчика. Мальчика. Значит, всего 4 случая. Всего 4 случая. Субтитры сделал DimaTorzok